Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас на канале Таллиннской Центральной Библиотеки. В этом видео мы поговорим о детских книгах для ежегодной программы летнего чтения «Лето с книгой». Тема этого видео – книги, главными героями которых являются животные. Итак, мы начинаем. Первая книга, о которой мы сегодня поговорим – «Малыши моря». Книга написана известным английским натуралистом Джеральдом Дарреллом, который посвятил свою жизнь спасению вымирающих животных. Кстати, в его честь назван один из фондов охраны дикой природы, а именно фонд охраны дикой природы имени Даррелл. Книга «Малыши моря» подходит самым маленьким читателям. Простой текст, простая история. Товествование ведется от лица щенка. Данная книга наполнена красочными иллюстрациями, которые нарисовала Инна Папоротная. Сейчас я вам их продемонстрирую. Красочные, крупные и красивые иллюстрации, что очень подходит как раз для маленьких детей. В книге рассказывается о том, как щенок по кличке «Малыш» едет со своими хозяевами к морю, где он знакомится с другими животными. Описываются мысли щенка и его поведение, благодаря чему самые маленькие читатели могут получить новые представления об окружающем мире. Например, что щенки прыгают и скачут, так как не могут усидеть на месте, ведь у них много энергии. Книга, по моему мнению, прививает детям любовь к животным и, как я уже сказала, дает представление самым маленьким читателям об окружающей природе. Так, например, краба можно найти и увидеть в заводе. В серии рассказов о щенке по кличке «Малыш» есть книга «Малыш идет в зоопарк», которую также можно найти в Таллиннской центральной библиотеке. Вторая книга на сегодня – «Фруктовый дракон». Автор книги «Фруктовый дракон» – эстонская писательница Мария Кангру. Книга также будет интересна маленьким читателям. «Фруктовый дракон» – это поучительная история о драконе, который не мог жить без фруктов. В яблоневом саду Яблочного королевства заметили дракона, который поедал яблоки. Таким же образом, дракон опустошил не только яблочное, но и другие королевства, каждая из которых пыталась защитить свои плоды. Что же им делать? Что же будет с фруктовым драконом? И как решать данную проблему, вы узнаете из книги «Фруктовый дракон». Книга заставляет задуматься, как мне кажется, и о пользе книг, из которых мы узнаем довольно много полезной для нас информации, и о природе вокруг нас, что нужно бережно к ней относиться, ведь в любом уголке мира есть редкие виды животных растений. Кроме того, в этой книге есть красочные крупные иллюстрации, которые нарисовала сестра Марии, эстонский художник Кирке Канкро. Сейчас я вам их тоже покажу. Иллюстрации яркие, текста не так много, как раз для маленьких читателей. И если же ваша мама рукодельница, то к этой книге идет отдельный альбом с инструкциями по вязанию героев. Можно связать куклы и устроить, например, небольшое представление в кругу семьи или же в кругу друзей по этой книге. Гридстон вот так. Можно сделать министр без портфеля. Министр без портфеля. Например. Или же министра с портфелем. Хочу отдельно отметить то, что эта книга вышла при поддержке фонда ИСТИ Культур Капиталь. Еще одна книга на сегодня. Хочу танцевать. По правде говоря, не могла пройти мимо этой книги. Первая, чем она меня потрясла, была обложка. На которой изображен заяц в балетной пачке, танцующий вместе с балеринами. Книга японского автора Макико Тойофуку. Он же является автором иллюстрации. А как мы знаем, японцы очень красиво рисуют. Сама же история очень добрая и милая. Про зайцев, которые захотели танцевать балет. И у них это получилось. Книга для детей дошкольного возраста. О балетном искусстве. Из которой дети смогут узнать некоторые балетные термины. Такие, как пачка, тандю. Да и вообще получить представление, что же это такое балет. В конце книги есть даже балетный словарик, где как раз объясняется значение слов. Сейчас покажу иллюстрации, а потом покажу балетный словарик. Текста тоже немного, но иллюстрации очень красивые. И балетный словарик. Следующая книга. Или даже серия книг. Приключения Паддингтона. Наверняка вы уже где-то слышали похожее имя. Все верно. В 2014 году вышел фильм Приключения Паддингтона. А позже была и вторая часть. Сюжеты фильмов, кстати, отличаются от сюжетов книг. Но сегодня мы говорим имена книг. Книги о медвежонке из дремучего Перу, который приехал в Лондон. Очутившись на лондонском железнодорожном вокзале Паддингтон, медвежонок ждал, пока кто-нибудь не подойдет к нему. В это же время семья Браунов приехали на вокзал встречать свою дочь. Но увидев медведя и поговорив с ним, любезно предложили ему остаться в их доме. Семья Браунов дала Мишке звучное имя Паддингтон в честь вокзала, где они его нашли. Паддингтон – смышленый и воспитанный медведь, с которым всегда происходят различные истории. Он обожает мармелад и носит старую потрепанную шляпу. В какие же приключения попадет Мишка в Лондоне, вы узнаете из серии книг «Приключения мишенка Паддингтона», автором которых является английский писатель Майкл Бонд. Интересный факт. Майкл Бонда вдохновил на написание книги игрушечный Мишка, которого он купил в подарок своей жене. Книги можно читать в любом порядке, но начать лучше с первой части, а именно «Медвежонок по имени Паддингтон». Полагаю, что эту книгу можно в какой-то степени сравнить с Винни-Пуха Малана Милна. Но если в Винни-Пухе речь идет о медведе, который живет среди своих друзей-животных в лесу, и из людей у него есть только Кристофер Робин, то здесь же один единственный медведь оказывается среди людей в большом городе. Забавные, добрые, милые истории о медвежонке, которые понравятся детям дошкольного возраста. Жаль, конечно, что в книге присутствуют только небольшие черно-белые иллюстрации. Но, например, в книге «Медвежонок по имени Паддингтон» в зоопарке можно найти большие красочные картинки. предпоследние книги на сегодня «Эви и животные». Книга с яркой обложкой, которая уж точно привлечет ваше внимание. Автор книги – Мэтт Хейк, британский писатель. Иллюстрации, которых в этой книге очень много, сделаны Эмили Граветт, довольно известным иллюстратором. Жаль, правда, что они черно-белые. Книга интересна тем, что у главной героини, девочки Эви, есть особый дар. Она может слышать мысли животных, а также говорить с ними, не издавая ни звука. Так Эви общается с воробьем, бездомным псом и многими другими животными, которые потом помогут Эви выбраться из беды. А что именно произойдет с Эви, вы узнаете из этой книги. Сама же книга читается легко и быстро, а сюжет интригует. И последняя на сегодня книга – «Его высочество Марти». Данную книгу я бы рекомендовала более взрослой аудитории, скажем, лет с двенадцати. Книга понравится девочкам, которые любят собак. В этой книге один из главных героев – щенок Корги. Между прочим, Корги является любимой породой королевы Великобритании, Елизаветы II. Автор книги – российский писатель Михаил Самарский. К сожалению, в самой книге иллюстрации нет, так как она ориентирована на более старшую аудиторию. Но обложка довольно яркая, ее украшают главные герои. Алиса – главная героиня, побеждает на Международной олимпиаде по математике, которая проходит в Лондоне, за что королеву вручать ей подарок – щенка Корги по имени Мартин. После этого события жизнь Алисы меняется, но только в лучшую сторону. Так, например, налаживают соотношения между ней и мачехой. Что еще изменится в жизни Алисы, каким образом ее любимый щенок Мартин на это повлияет, узнаете из книги. Ну что, на сегодня все. Принимайте участие в программе «Лето с книгой». Увидимся в библиотеке. Продолжение следует...